Всем привет! У нас сегодня с вами будет экспресс-наращивание на мои любимые гелевые типсы. У меня тут голенькие ноготочки и немножечко новиночек, с которыми мы сейчас познакомимся. Каучуковая база от бренда IM. Мы с ней уже знакомы, я с ней уже работала. Буду использовать её сегодня для крепления гелевых типс и для подложки. Очень удобная у неё подходящая консистенция. Гель-сцепка для гелевых типс. По факту это гель-жвачка. И идея крепить на него гелевые типсы мне не очень нравится, поэтому, возможно, используем её для дизайна. Куэк гели от IM. Мне они очень понравились. У них очень жидкая, приятная консистенция. Тут ещё была такая плёнка-крышечка, которую можно было использовать повторно, но я её выкинула. И гелевые типсы в достаточно интересном для меня формате, потому что они в таком контейнере. Хотя я привыкла, что типсы на таком скелетике, от которого нужно отдирать, а тут сразу всё вот так отодрано, удобно, кстати. И, конечно же, моя любимая форма стилет. Так как покрытия на ногтях не осталось, снимать нам нечего, поэтому сразу приступаем к этапу маникюра. Здесь у нас ничего нового, поэтому выполняем всё по классике. Пока делаю маникюр, немножечко с вами хочу поговорить. Сейчас проблема с замедлением Ютуба, все знают. У меня он работает сейчас нормально только с VPN, поэтому мной было принято решение. Мы с вами так в телеге посовещались. И я буду дублировать все свои ролики на Рутюбе. Скорее всего, этот ролик многие уже тоже видят на Рутюбе. Ссылочку на свой канал там я оставлю. И также обязательно переходите и подписывайтесь на мою телегу, чтобы тоже быть в курсе всех событий. Ссылку на свой ВК я тоже оставлю. Через него вы можете заказать у меня накладные ногти. И туда я тоже, возможно, буду дублировать свои видосики. Обезжирила ноготочки, нанесла праймер, а затем наносим тонкий слой каучуковой базы. После того, как нанесли и просушили базу, мы приступаем к подбору типс. Очень важно делать это уже после того, как нанесли базу, потому что все-таки какой-то небольшой объем она дает. Очень важно, чтобы типс у нас была продолжением наших точек в роста, боковых параллелей. Кстати, в этот раз я решила запилить типс с обратной стороны. Обычно так не делаю, мне просто лень, но тут почему-то захотелось. Дальше обезжириваем типсу. Промазываю сначала тонким слоем, а затем ставлю небольшую капельку и распределяю ее от кутикулы к свободному краю. Тут я решила сделать то, чего не делала года четыре, а именно это классический миндаль, поэтому убираем длину и подпиливаем форму. Обезжириваем опять ноготочки и еще раз проходимся по ним слоем базы. Это нужно для того, чтобы у нас была лучше сцепка, потому что если мы начнем сразу их укреплять гелем, то вероятнее всего он будет откалываться с кончиков типсы. Итак, наше наращивание готово, все, можно приступать к дизайну. Над дизайном я думала очень долго, мне очень нравится цвет куигеля, поэтому я хотела его использовать больше ради цвета, а не ради какого-то укрепления, потому что типсы и так достаточно крепкие и в каком-то дополнительном укреплении они особо не нуждаются. У меня вот этот седьмой оттенок, ой, я в него влюбилась, потому что он в банке такой вроде странный, какой-то даже фиолетовым отдает, но при этом на ногтях он смотрится очень красиво. Если его нанести не толстым слоем, издалека это вообще выглядит как молочка, но по факту это такой розовый, прям подходящий к моим ногтям цвет. Я наношу его сначала тоненьким слоем, делаю мокрый пол, а затем ставлю капельку и выравниваю. И каждый раз делаю этот гель, я вот так вот потом смотрю на свои ноготочки, кстати, мне было очень непривычно видеть такую длину на себе, но вроде норм. И мне не хочется делать никакой дизайн, мне хочется ставить так, потому что очень это красиво выглядит, еще такой немного просвечивающийся кончик, но, в общем, стала думать над дизайном, здесь я думала на липкий слой сделать такой розовенький градиент, но потом мне не понравилось, и я все это стерла. И стала думать дальше, потому что хотела сделать какой-то дизайн, чтобы и сильно не перекрывать этот красивый цвет гелена, при этом чтобы сделать какой-то дизайн. Я попросила вас в своем телеграмме покидать мне разных дизайнов, и там было достаточно дизайнов вот с этими цветочками, это, кстати, был первый дизайн, на который я положила глаз, и я решила, что, ну, раз они в тренде, и в целом они очень сюда подойдут, поэтому почему бы их не сделать. Белым гель-лаком я рисую подложку, а затем на эту непросушенную белую подложку в середину ставлю розовую капельку и немножечко ее подтушевываю. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Делаю так на пае ноготочков, добавляю черных точек, а затем будем добавлять этим цветочкам объема. Перед этим перекрываю все ноготочки топом, и сначала этот объем я хотела добавить с помощью геля-жвачки, но получалось слишком много объема, поэтому я просто взяла топ и стала потихонечку вот такими вот движениями наслаивать капельки. И добавила еще просто капелек на ноготок. И получился достаточно трендовый, но при этом минималистичный дизайн, при этом виден красивый цвет этого геля. Кстати, под эти цветочки все-таки можно было сделать небольшую растушевочку тенями, чтобы из-под низа еще розовенький проглядывался, тоже было бы неплохо. Но и так тоже пойдет. И, кстати, походив с этой формы, я поняла, что, наверное, это не последний раз, когда я ее делаю. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как у вас обстоят дела с гелевыми типсами. Любите вы их, не любите, может, что-то у вас не получается, и может, вы хотите какой-то отдельный прям ролик, посвященный процессу наращивания на гелевые типсы. Ну, а на этом у нас с вами все. Спасибо вам большое за просмотр. До встречи в следующих видео.